МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Музее коллекцию ретро-мотоциклов. Самому старому из них почти 80 лет. И почти все они на ходу. Небольшой организационный сбор и первая остановка. Центральная площадь в Индии. Здесь байкеров уже встречал ветеран труда Павел Харитонович Белянин. Здравствуйте. Простите маленько, задержались. Бывает. Бывает. Задержаться у мотоциклистов была веская причина. Они совершали героический поступок, сами того не подозревая. И даже спасли человека из пожара. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Буквально сейчас, полчаса назад, наши участники мотопробега совершили героический подвиг. То есть, произошло возгорание, там, за селом в Елове, на базе отдыха. И они вытащили из пожара человека. Вот видите, как получается. Спасибо вам. Хочется выразить вам огромную благодарность за то, что вы организовали этот замечательный пробег. Алексей Николаевич, вам отдельное спасибо. Именно в этот день ваша инициатива, она совершенно заслуживает внимания, огромной благодарности, и вы проедете по нашему Индинскому району. Вместе с местными властями поддержали мотопробег и священнослужители недавно построенного Индинского собора Рождества Пресвятой Богородицы. Ключарь собора благочины Жадовского монастыря и романах Тихон с молитвой сопровождал мотопробег. Хотелось бы поблагодарить организаторов в лице Алексея Николаевича, всех ребят, которые откликнулись, приехали на данное мероприятие, почтить память подвига нашего народа. Ну что хотел сказать всем, всему нашему народу, совершившему подвиг, вечная слава, погибшим вечной памяти. Богородица Рождественский собор стал одним из мест, где останавливались байкеры. Отец Тихон вкратце рассказал гостям историю этого храма. Также любители мотоциклов возложили цветы и почтили память героев у каждого городского памятника, связанного с Великой Отечественной войной. Прошу почтить память воинам инзинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Минуты молчания и преклонения им колен. По адресу улица Мира, 32, на торцевом фасаде дома есть огромное граффити. На нем изображены 8 ветеранов-инзинцев. Шестеро из них – герои Советского Союза. Двое – полные кавалеры Ордена Славы. Эта остановка стала крайней в автопробеге. Напоследок мотоциклисты дали затяжной гудок, напомнив всем, что никто не забыт и ничто не забыто. Дмитрий Гурин, видеостудия Барышевской епархии, специально для Уллправда ТВ.